здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко как вы знаете городской округ люберц это территория спорта и сегодня у нас скажем так футбол о нем мы будем говорить потому что в студии дмитрий кудинов руководитель комитета российского физкультурного спортивного общества спартак по футболу руководитель футбольной школы спартак член правления федерации футбола городского округа люберцы и прежде всего и наверное главное футболист дмитрий здравствуйте скажите вот любую профессию кого назовешь особенно а профессии есть который человек может пожизненно и и заниматься а кто-то значит есть профессии которые ну не долгий век и потом некоторые люди вынуждены приобретать другую профессию и так далее вот футболист это человек который от на от первого удара по мячу до руководителя уже комитета чем разница то что такое для футболиста футбол тогда и сейчас но прежде всего хочется сказать что в процессе работы неважно каким видом деятельности ты занимаешься ты должен полностью любить свою работу и полностью отдаваться своей работе и только тогда на выходе мы получим хороший результат что касается века спортивной карьеры к сожалению он недолг и здесь основополагающий момент во время своей футбольной карьеры человек должен развиваться всесторонне это очень важно не зацикливаться в одном направлении да мы понимаем что если мы берем футбол ту карьера футболиста ну до 40 можно дотянуть при должном уровне при хорошем здоровье при правильной подготовке процессе реабилитации восстановления безусловно можно но мы понимаем что век футболиста в среднем это до 32 и 30-4 лет и вот после карьеры конечно многие футболисты не могут себя найти только по одной простой причине что во время пика своей карьеры они ничего кроме спорта не видят да и не хотят думать и не хотят думать совершенно об этом и вот здесь очень важный момент что в процессе спортивной карьеры нужно постоянно образовываться да ну расширять расширять свой кругозор это раз получать правильное образование то есть да мы прекрасно понимаем чем бы мы хотели уже на завершение карьеры далее заниматься безусловно многие спортсмены идут на тренерскую деятельность на руководящую должность связанную со спортом да но опять-таки здесь нужен багаж знаний который закладывается этот фундамент во время своей карьеры это очень важно то есть в бытность футболиста я очень благодарен своим родителям которые помимо спорта всегда в меня вкладывали 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 знания они говорили не нужно останавливаться может быть любая травма может быть не сложилась карьера футбола такое тоже бывает и вот я очень благодарен своим родителям которые вложили в меня образование, наставили на этот правильный истинный путь. И на выходе я получил два образования. Это экономическое образование и спортивное. И, собственно говоря, сейчас, после завершения карьеры, у меня этот переход состоялся относительно плавно. Вот. Ну, вот видите, как мы так плавно вошли в эту историю, но, как ни парадоксально, говорить мы будем уже не о карьере, так сказать, постфутбольной, а о начале футбольной, может быть, для кого-то карьеры, потому что, конечно же, когда мальчишки а сейчас, кстати, и девчонки тоже, они начинают заниматься футболом. Ну, мне кажется, что, когда я был маленьким, все хотели футболом. Ну, не всем удавалось, кто-то там может быть хоккей, кто-то на гандбол, но пошли разделения. Но все равно, всем хотелось заниматься футболом, все играли во дворах в футбол, и почему-то знаменитыми футболистами становятся все-таки единицы. Но начинать нужно там. И поэтому вот первый вопрос, который я хочу сказать. Вот если родители видят, ну, во-первых, папа может хотеть, что у меня сын будет футболистом, ну, это понятная история. Но как увидеть в ребенке, что у него есть задатки футбольные? Вообще, их можно увидеть? Амбиции и желания родителей не всегда совпадают с амбициями и желаниями детей. Да, вот вы правильно подметили, Николай, что у нас многие родители, там, папы хотят возместить какую-то свою нереализованную мечту и отдают ребенка, условно говоря, футбол. А ребенку не нравится футбол, он ему не нужен, может быть, у него больше там технические какие-то знания там, или творческие какие-то знания. И ребенок ходит на тренировки без удовольствия. На выходе мы ничего абсолютно не получаем, и получаем, что ребенка мы заставляем, просим, с него требуем, а у него уже это не заложено абсолютно. И здесь, что касается вашего вопроса, ответ простой. В процессе работы, когда первый раз ребенок приходит на тренировки, мы прежде всего смотрим на его подвижность. Прежде всего. То есть приходит, условно, ребенок, там, 2018 года, которому там 4 годика, да, то есть мы не можем, есть специальная методика подготовки юных футболистов, и это не нами придуманные правила, это уже до нас все придумали. Схема от работы, совершенно верно, да. И приходит футболист, мы прежде всего, мы топовые академии Москвы, областей, региональная академия, они прежде всего смотрят на подвижность футболиста. Насколько он координирован, насколько он подвижен, насколько он эмоционально заряжен, да, то есть насколько он игровичок. Даже банально... Игровичок. Игровичок, да. Даже банально упражнения в виде салок может многое дать дать информации ребенке совершенно верно что касается меня футбол я попал и случайно не случайно безусловно футбол считается самым востребованным популярным видом спорта в мире это уже доказано или общепринятый всенародной любовью и всякими институтами и прочее и что касается я как и любой другой мальчишка безусловно в детстве гонял мяч зимой это хоккей летом это мяч футбол баскетбол то есть мы играли в свое детство во все подвижные игры которые могли быть у нас во дворах мы выходили район на район устраивали соревнования в чеканку такая игра была в квадрат такая игра была в стеночку когда мяч отбиваешь и другой партнер должен там побежать и как-то выкрутиться и тоже попасть в эту же стенку сами оставили себе задачи выполняли мы хотели да мы были отличены прежде всего от компьютеров у нас этого ничего не было добра у нас был ли книжки футбол спорт любой учебы то есть мы знали цель который мы идем сейчас конечно не хочется темно задать его они можно футбол игру сейчас да совершенно верно на диване можно играть футбол абсолютно точно вы подметили что касается меня мой путь большой спорт как ни странно начался со школы мы сидели как сейчас помню на уроке история приходит тренер в класс мы поздоровались соответственно встали директор школы представил тренеры или селекционер был юр борис и говорят у нас осуществляется набор футбольный футбольную школу москвич ну соответственно разбейтесь по парам пройдемте спортзал ну и собственно говоря покажите все на что вы способны ну хочется сказать я конечно в то время уже немножко проявил смекалистость и взял себе самого слабого мальчика в классе самого слава мальчика в качестве итоге он сейчас очень хорошего среда на айтишник да вот я им брюшень давай против тебя будет ну соответственно конечно он парни подготовности был совсем слабее меня и тренер горит послушайте этот парень вообще красавец давайте его привлечем к тренировкам и вот таким образом я попал на футбол начал тренироваться в текстильщиков футбольной школе москвич в какой-то момент я перегорел вот перегорел вот что-то пошло не так бывает такое отвержение потому что когда происходит эти переходные возраста немножко ребенка может штормить так перегорел на два месяца выбыл из жизни мама соответственно включилась в эту роль и говорит послушаем если ты не хочешь играть футбол давай мы тебя дадим на танцы я говорю маму где я и где танцы но вы знаете как мама понадеялась что может быть вот совершенно верно называть красе это вопрос о том что родители хотят одного не спрашивают чего хочет сам ребенок это очень важный момент при выборе секции или какого-то увлечения и далее соответственно я позанимался танцами я понял что танцы это вообще не моё то есть позанимались занимался да это как раз вот период был два месяца позанимался и вернулся в футбол все-таки узнаете тяга как было так она и осталась своему любимому дел я вернулся в футбол далее в процессе игр чемпионатов турниров и прочее меня заметили скауты академии локомотив пригласили туда ничего что мы называем сейчас разные названия ну вы знаете красном сердце может быть одна команда я по сердце может быть одна команда более того я стараюсь не пропускать ни одного не выездного матча не домашнего матча спартака поэтому сердце одна команда это с детства говорить мы уважать противнику я шучу конечно и так вы побывали сначала локомотив да я попал после футбольной школы москвич меня забрали локомотив такой тренер если на стоишь бельдинов боль дома с его сыном очень хорошо дружим это он играл и в овертоне и на очень высоком уровне в чемпионате англии сборной россии вот у нас очень был сильный коллектив в локомотиве мы достигали очень высоких так скажем призовых мест и за нами постоянно пристально следили и вот мой путь начался как не банально изучал со школы со школы и в процессе конечно после локомотива уже агенты посредники скауты они следили после выпуска потому что футболист у нас имеет определенные возрастную категорию куда он дальше либо заканчивается профессиональным спортом либо двигается дальше если он того достоин так скажем после локомотива я попал меня селекционеры заметили ярославском шиннике и я 18 лет уехал жить ярославль конечно это было для меня определенная преграда а тем более для моих родителей как это так наши любимые чадо куда-то уезжает и обычно в москву даже наверное из ярославль обустраивать свою жизнь но я уехал туда соответственно сдал хорошо экзамены в институт московский институт экономики статистики и информатики и параллельно я учился и раз возможно было играть в футбол и учит что вот многие думают что ноут болездах как каждое утро там значит чеканит что-нибудь головой мяч там все то все что вы назвали какой там еще обучение вы знаете здесь в пятки от внутреннего стержня человека все ради или не хочу повторюсь что я благодарен своим родителям которые сказали что футбол может закончиться в любую минуту от травм никто не застрахован или твой с ними согласились мне пришлось это сделать потому что ну всегда мы берем хороший пример со старшим да и я поступил в институт родители взяли это все под контроль конечно были сборы были тренировки выездные матчи турниры и не всегда удавалось учиться безусловно но здесь такая ситуация что нас было четыре человека с ярославского шинника и декан института взял нас под свое крыло он сказал ребята либо делаем так либо вы учитесь либо вы идете куда считаете нужно но если вы учитесь значит мы вам скидываем домашнее задание на почту вы можете на парах не всегда присутствовать но будьте любезны будьте любезны отчитаться о проделанной работе станд такой включили для нас можно сказать да ну конечно не все преподаватели это понимали да ну потому что каждый должен уважать свою профессию и я человек как воспитанной понимаю почему условно говоря я должен прихожу на зачет ни разу не посетив это занятие поэтому конечно я старался посещать лекции семинары и прочее но чем это все в итоге завершилось потому что кроме еще другие были потом клубы знаю я веду как из футболистов через футбол вы уже пришли вот к сегодня же мою футбольную жизнь у меня было 11 клубов 11 футболистов поэтому 11 можно так сказать совершенно верно да то есть я бы облетел от калининграда до хабаровска всю россию да то есть были и топовые команды как торпеда москва локомотив москва анжима хачкала то есть были как и команды нашей лучшей лиги в мире как и сейчас называют фанел да и в процессе работы я постоянно развивался развивался мне было всегда интересно помимо газет спорт экспресс и советский спорт которые были ранее да то есть я старался еще читать какие-то экономические журнал меня не всегда все понимали но я знал чего я хочу и конечно по завершении карьеры конечно мне бы хотелось еще поиграть и ну случилась определенная травма и я понял что нужно пришло время пришло время совершенно нужно всегда стараться уйти в нужное время в нужный час но вот сейчас мы я почему специально могут и такой разговор провели потому что мы проделали с вами путь от мальчика который даже потанцевать успел а в музыкальную школу не отдавали вы знаете я слов мне нравится иногда подпевать вот еду машины уставшие подпевает оснает эмоциональный фон но что касается именно фортепьяно музыки скрипки но я понимаю что это не моя хорошо но вот мы проследили этот путь этого очень важно почему потому что ну вы помните да вначале этой первой части перечисления всех должностей которые имея сейчас которыми руководит дмитрий и во второй части мы как раз поговорим как вот из того мальчика который начал играть футбол получился человек который теперь уже занимается открытием здесь городском округе люберцы возведением ли как это правильно сказать манеж на данный момент мы реализуем программу государственное частное партнерство мы реализуем футбольный манеж на территории городского округа люберцы а именно на территории 21 школы вот обратиму 28 вот сейчас во второй части мы начнем об этом говорить и узнаем когда же тут манеж откроется и дмитрий нам все более подробно расскажет дождитесь напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас гостях дмитрий кудинов руководитель комитета российского физкультурно-спортивного общества спартак по футболу руководитель футбольной школы спартак член правления федерации футбола городского круга люберц в общем футбол футбол и еще раз футбол и мы завершили первую часть который дмитрий рассказал немножко своей истории чтобы понимали что он не просто так находится на этих постах он прошел вот этот путь как говорят от солдата до генерала до маршала скажите манеж футбольный это же целая программа да как вообще она начала реализовываться и к чему вот сейчас приходит будет какое-то открытие грандиозно знаете если говорить кратко то опять-таки возвращаясь к началу карьеры у нас не было таких условий да и жизни стоит на месте хочется двигаться и чтобы дети наши любимые уважаемые дети тренировались комфортных условиях сразу самого начала можно сказать да потому что и на пятки есть уровне подготовки там на начальный этап и прочее прочее и вот малыши самые видя те проблемы в своем детстве мне не хочется чтобы у моих детей у детей которые занимаются у нас и у других детей которые занимаются не только у нас вообще в целом спортом чтобы они были в комфортных хороших условиях занимать это тот случай когда вы не просто как говорится со стороны пришли а вы в курсе чего нужны я конкретики я понимаю да что нужно делать то есть мы сейчас вот буквально в марте уже запускаем открытие футбольного манежа так футбольный манеж он будет круглогодичный теплый с искусственным покрытием современного поколения сертификации фифа будут раздевалки будет теоретический класс то есть именно это все разная подготовки который дает определенную возможность для развития футболистов до условно говоря 10 лет потому что у нас площадка она футбольное поле 44 на 22 это дает подготовку условно говоря до 10 до 11 лет если мы берем профессиональный спорт если мы берем массовый спорт да то конечно и вы николай тоже в том числе можете просто приходите для себя играть потому что вот эта субкультура которая формируется на базе спорта она формируется по интересам и там не только футболисты там они абсолютно разных профессий абсолютно разных профессий ну по-первых у нас насколько мне известно в любви цеха ветеранское движение сильное и ну как бы но ему молодежь сам бог видел до футбол играть тогда особенно вот как чемпионат у нас проходит мира или чемпионаты европы несмотря ни на что как только проходит всплеск даже начинает играть футбол те кто ну в общем-то не следят за матчами чемпионата россии чего же там греха таить но мало того и я же говорю девчонки в лика то есть это такая глобальная стоит а не только спорт наверно можно так сказать что это какая-то атмосфера вы знаете это состояние это здоровая ячейка общества это называю потому что мы привычки формируем с детства но давайте говорить так они есть к ней чем больше мы детей вовлечем в спорт я не говорю сейчас именно футболе я вообще в целом говорю о самбо боксе спортивно-художественной гимнастикой прочее прочее и чем больше мы детей включил в спорт чем больше мы вот это создадим здоровый ячейку тем мы на выходе получим может быть не получим мы профессиональных спортсменов но дисциплинированных подготовленных сильных духом и здоровых и здоровых горелых потому что вы даже сейчас вот сейчас как не зайдешь в какую-нибудь социальную сеть там такие иногда ну во первых если поверить конечно в это мы предположим все что угодно и сейчас да и возраст даже и молодежь вплоть до 45 лет люди не знают надо чем заняться которые пропустили вот этот возможный элемент попадания при этом мы понимаем что на дополнительное образование которое мы часто говорим тоже в этой студии сейчас вам тоже будет вопрос на тему она набирает обороты все родители и ваши родители мои родители всегда думали что одной школы как говорится сыт не будешь то надо ребенку но либо помочь либо он сам выберет то в зависимости от ситуации она предлагает сейчас различный вариант только приди запишись да есть платные варианты ездят и бесплатные варианты и так далее вот как вы считаете тем более что у вас все связано с обществом спартак спартаком и школа спартаковская все вот это дополнительное образование его может быть и нужно строить по системе топовых клубов или все-таки у топового клуба когда своя школа а дополнительное образование просто футбольная школа она другая узнаете с подковыркой вопрос да немножко с подковыркой вопрос но я отвечу то как и по собственному мнению да значит мое личное мнение таково что вы задали в начале программы вопрос как определить и понять уровень подготовки ребенка и и нужен ли ему футбол в целом вот мы когда ездили на детские турниры там в данью в швецию в германию и прочее прочее я приметил для себя еще в том возрасте одну вещь при каждой школе общеобразовательной у них потрясающие 2-3 поля при на базе школы хочешь не хочешь и говоришь не хочешь играешь то есть на физкультуре этой секции и прочее прочее когда пришла эта задумка мы понимаем что не все дети и все родители они имеют транспортную логистику удобную да но условно говоря там с люберица куда-то ездить или из другого муниципального округа иногда неудобно по определенным причинам по работе себя быт и жизнь и и факт того что получится ли в целом ребенка это тоже мы еще не понимать да и вот при качественном должен тренировочном подходе педагогическом подходе профессиональном психологическом человеческом подходе мы же все это можем делать на базе общеобразовательных школ это очень важно ребенок отучился спокойно отдохнул сходил столовую покушал возможно если ребенок находится на продленке сделал уроки и вечером оттренировался родители знаю что ребенок под присмотром при деле еще и спортом еще и спортом занимается до приезжает после тренировки после работы забирает своего ребенка получает от него кучу положительных эмоций то есть уроки сделаны ребенок накормлен и еще и потренировался и вот здесь в этом моменте конечно очень хорошо и если при школе есть развитой инфраструктуры да сейчас вот программа андре программа губернатора андреевича воробьева спорт в каждый двор она очень сильно подстегивает к этому что даже в нашем городском округе люберцы возведены потрясающие прекрасные искусственные покрытия просто потрясающе это дает возможность заниматься ребенку не отходя так скажем от кассы да то есть я повторяю как бы стимулирует такую когда мы видим что ребенок по уровню подготовности просто потрясающий да то есть мы его можно спокойно рекомендовать в любую относительно в любую академию когда мы созваниваемся со скаутами секции селекционерами есть специальные отделы при больших очень клубах и говорим там условно василий иванович есть прекрасный игрок там 2010 года вреда интересно приезжайте на стажировку на стажировку так скажем нам дают недельный там или двухнедельный цикл ребенок себя проявляет нельзя одним днем просмотреть игрока у ребенка психика еще неогрепшая да и он приехал ребенок приехал все посмотрели ради конечно все это по согласованию с родителями и далее родители мы говорим вас берут и либо же допустим давайте чуть попозже разные моменты бывают и когда родители говорят да все классно на все устраивает транспорт логистика устраивает тут мы друг другу жмем руки мы свою задачу выполнили потому что конечно если вы вырастили определенный определенный уровень да ну что греха то есть да ну вот еще такой важный момент все таки как руководитель целого комитета целого такого легендарного спортивного общества они все у нас сейчас по очереди там отметили столетия своего создания датки революционные все вот двигая и двигаются вперед почему все эти спортивные общества не соберутся и не предложат например дать и действительно сделаем причем тема пришкольных при каждой школе футбол и футбольных уроков помните она же даже звучала у нас в государственной думе вы знаете но к сожалению опять таки программа называется открытый диалог и я буду говорить то что считаю нужным и думаю как не всегда компетентные люди занимаются своим направлением ну при всем уважении да то есть я считаю что если вы прекрасный и потрясающий ведущий то ну и сейчас не можете пойти и тренировать детей да там надев красивую форму точно не у нас не везде компетентные люди работают к сожалению да да когда даже вот в нашей футбольной школе постоянно существуют тестирование семинары обучающие семинары с более опытными именитыми тренерами по зуму как угодно то есть постоянно идет процесс обучения более того для того чтобы соблюдалась наша философия мы всегда при главном тренере ставим помощника то есть мы не бросаем помощника сразу вот вот тебе команды пожалуйста он потеряется да на выходе мы получим качестве роста процесса они же довольно и вот у нас есть главный тренер и при главном каждом тренере есть помощник тем самым мы и даем опыт работы уже сразу и воспитываем молодежь и философию ну и безусловно через два-три года мы получаем уже там как говорят хорошего специалиста вот и я к чему все это говорю к тому что при каждой обращающей образовательной школе сейчас есть секция различные но не везде к сожалению компетентные тренеры как проверить компетентность тренера я всегда говорю что не всегда хороший футболист может стать хорошим тренером да то есть это одна и даже определять по результату до условно вот мы допустим смотрим команда идет на первом месте все думают все там тренер в порядке дети в порядке все в порядке все а как он добивается этой победы вот на это вглубь никто не копает да ведь команда может играть очень хорошо я про детей говорю очень хорошо взаимодействовать тактические схемы и прочее прочее ну допустим эти середины это турнирной таблицы а все просто условно говоря команда которая там на первом втором месте идет у них там большущий вратарь в раме стоит ну берем десятилетнего мальча который там еще больше нападающий который продавливает наших я в воротах как раз и стоял николай надо было не стоять и играть в воротах да правильно я сначала стояла потом играл вы потом больше в хоккей чатушки вот смотрите я просто о чем чтобы завершается потому что нам еще надо про спартак поговорить про большие глобальные проблемы вот с появлением этого манежа можно считать что это и программа губернатора и глава городского круга любит цену то есть люди которые но сейчас правда масса других проблем и казалось бы что футбол можно отложить причем как вы видите в мире ты вы пытаются у нас отложить но они все равно по-прежнему пытаются вот эту спортивную составляющую не только ее как бы сохранить развивать то есть наверно в будущем все таким есть такая возможность что не просто тренер до проблема уже и педагог должен быть психолог до психолог что может ли появится специальная такая вот просто как обязанность будет выпускаться тренер психо даже который может быть футбол но играл там на уровне но нет ни самым фашинами для медики шутки да пожалуйста да фамилия что называется на устах то есть есть будущее вот у такого подхода от простого школьного футбола прийти к человеку который и фунт может футболистом и знаменитым стать и или стать хорошим как мы говорим правильным человеком это уж немаловажно немаловажно вы знаете что касается футбольного манежа то есть завершив карьеру надо спор дал на относительно расскажем хорошие и жизненный опыт и какие-то возможности определенные я всю жизнь говорю хотел построить вас футбольный манеж футбольный манеж возведен полностью на частные деньги но мы понимаем без совместной работы с органами власти мы ничего не сможем сделать да значит была встреча мы записались на встречу мы произвели презентацию сначала это был спорткомитет городского круглиберцы далее спорткомитет донес информацию в администрацию городского круглиберцы и всем понравился очень эта концепция идеи да то есть мы получаем футбольный манеж на территории школы общеобразовательной дети мы знаем что залы и школы переполнены сейчас на данный момент дети физкультурой занимаются в дневное время в в этих общего образования манежах то есть неважно будет футбольной датчики либо артина спортивная да они занимаются тем самым директора разгружают свои спортивные залы и все и все она вот в одном и получается мы получили одобрение прошли подачи всех документов прошли все согласования и прочее прочее спасибо вам огромное мы желаем чтобы вот манеж который в марте появится весна началась хорошо когда вот начало такой футбол начинается и будет приятно что через какое-то время какой-нибудь легендарный футболист скажет что он начинал на этом манеже при все будет приятно для вас дмитрий кудинов руководитель комитета российского на физкультурно-спортивного общества спартак по футболу руководитель футбольной школы спартак член правления федерации футбола городского округа люберцы и как вы понимаете мы еще его не раз пригласим сюда в студию потому что рассказывает он интересно всего доброго была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания